Армен Действительно работа была проделана, задачей было перевести содержание фильма именно на эстонский язык и чтобы это по смыслу и иногда даже дословно, потому что там цитируются слова миссионерок, чтобы это именно передавало вот все это содержание, которое так сильно и глубоко впечатляет. То есть, да, действительно мы вникли именно в эту историю, заново посмотрели на все эти события и в частности и для себя тоже открыли такой этот зов, призыв именно относительно тех людей, которые не были равнодушны к этой армянской трагедии геноцида, которое произошло в 1915 году. Настолько это было впечатляюще, со мной, конечно, работала также моя супруга Елизабет, она сама, как эстонка, после того, когда текст коррегировала, она сказала, что стала другим человеком. Настолько она впечатлилась именно самоотверженностью, я бы сказал, подвигом, героизмом тех миссионерок и в частности Гедвига Бюлла, которая сама из Хабсалу. Их уверенностью и именно их преподнесение ценности христианской жизни, которую они реализовали именно относительно пострадавших, то есть тех сирот, и там же и были и старые, и женщины, которые именно нуждались в тот момент во внимании и в помощи. То есть мы были абсолютно впечатлены до глубины сердца, потому что оставаться равнодушным, это означает быть равнодушным именно к судьбе людей и не только одной нации, и всего человечества. Вот сегодня происходят тоже, к сожалению, и войны, и трагические события, которые перекликаются, может быть, с событиями тех давних лет и трагедии армянского народа. Поэтому она выходит, конечно, за пределы только одного народа. С твоей точки зрения, что этот фильм мог бы дать сегодня в плане понимания важности сохранения и мира, и тех высоких человеческих качеств, которые продемонстрировали эти удивительные женщины с удивительной судьбой? Карта спасения, так назван фильм, и это именно показывает именно с той точки зрения, что рядом с такой трагедией, с зверством, это есть убийство, это есть переселение совершенно невинных людей, которые не в политике, они практически родились, чтобы жить, чтобы иметь счастье, благополучие, но они получили совершенно наоборот, то есть смерть. Но рядом с такой трагедией, конечно, в фильме преподносится отношение совершенно другое, то есть это сочувствие, это сопереживание именно этой боли, трагедии. А связь такая, что и Алеппо там показывается, сегодня тоже самое Алеппо, сегодня тоже самое и в Сирии, и в других странах мы это знаем. Недавно в Египте тоже в Коптской церкови произошел взрыв во время богослужения, и люди оказались совершенно в шоке. Но все равно это все показывает, что неугасима вот именно вера и любовь друг к другу. Сама человечность – это такая ценность, что никогда и никакими силами невозможно уничтожить. И вот этот фильм преподносит, что, во-первых, ничтожны эти всякие трагедии по сравнению с тем, что более живое, живучее – это есть наша жизнь, это есть наша христианская вера, я это подчеркиваю, потому что миссионерки, они были именно христианками, и об этом освещают. Сегодня очень важен этот фильм, потому что показывает именно разницу между зверством и между человечностью. А ценности – они вечные. То есть это есть жизнь, это есть дружба между нациями, показывается в фильме. И также, чтобы мы могли и умели беречь тот мир, который сегодня у нас есть. Субтитры создавал DimaTorzok